Еще одна конструкция, описанная в данном уроке, это так называемое описательное спряжение. Описательное спряжение, еще иногда называют эту конструкцию перифрастической, состоит из некой формы глагола «быть» плюс «причастие». Аналогия со страдательными формами в русском языке поможет нам понять эту конструкцию. Например, от глагола «строить» в прошедшем времени страдательная форма будет, например, «дом был построен». Видите, вот «был» в прошедшее время от глагола «имее» плюс «построен» – краткая форма причастия. Так что вот описательным спряжением в русском языке мы регулярно пользуемся для того, чтобы выразить страдательное значение. Но действительное значение «строитель построил дом» мы выражаем личным глаголом. Чисто теоретически мы бы могли попробовать перенести подобную же конструкцию и в действительный залог «строитель был построившим дом». Ну, смысл понятен, нормально. Просто вот этот «строитель был построившим дом» – как-то избыточная конструкция. «Строитель построил дом» звучит гораздо естественнее. В греческом языке, тем не менее, достаточно часто вместо «строитель построил дом» можно встретить «строитель был построившим дом». Почему возникла такая конструкция? Тем более, что нормальные личные глаголы в языке есть, и они выражают, в общем-то, то же самое значение. В классическом греческом языке описательная конструкция появилась для подчеркивания видового значения. То есть, чтобы, например, подчеркнуть значение продолженности или чтобы подчеркнуть значение завершенности, результативности в перфекте, вместо личного глагола «настоящее время» или «имперфекта», или «перфекта», или «плюс к вам перфекта» использовалась описательная конструкция с глаголом «быть» плюс соответствующим причастием. Поэтому, кстати, нет описательного споряжения для глаголов в ауристе, потому что в ауристе вид неопределенный, и нет смысла его подчеркнуть. А описательное споряжение есть только для настоящего времени, перфекта, будущего времени, да, вот если нужно какую-то продолженность в будущем подчеркнуть, например, и «перфекта» плюс к вам перфекта. Давайте посмотрим, как все это устроено в параграфе. 30.15 вам дана табличка, какое время глагола «ими» должно быть, какое время причастия должно быть и чему все это соответствует. Давайте несколько примеров просто глянем, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. Для настоящего времени, например, послание Колоссянам, первая глава, седьмой стих, ну шестой стих, прошу прощения, ну там надо даже, с пятого стиха речь идет о Евангелии, Евангелия, шестой стих, Евангелия, пребывающая в вас, ну среди вас, как и во всем мире, есть плод, плодоносящие. А можно было бы сказать, как и во всем мире плодоносит и приносит плод. А здесь глагол «ими» – «астин» в настоящем времени, плюс «капофронуменон» – причастие, ну обозначающее плодоношение, кстати, дальше «кай», «ауксаноменон» и «возрастающее», причастие, обозначающее плодоношение и возрастание. Так что вместо личного глагола, глагол «эми» плюс «причастие». Переводить это не обязательно вот так дословно, то есть во всем мире есть плодоносящие, есть там возрастающие, а во всем мире приносит плод и возрастает. Мы можем это переводить личными глаголами. Эта конструкция является аналогом личного глагола. Я уже сказал, в классическом греческом языке эта конструкция подчеркивала вид, продолженность. В «кайне» это подчеркивание ослабло, и иногда авторы Нового Завета используют вот так взаимозаменяемо, без специального акцента и описательное спряжение, и личные глаголы. Поэтому подчеркивание вида, то есть подчеркивание, что там вид именно продолжен, если для настоящего времени, должно строиться в нашем толковании не только на самой форме, но еще и на контексте. Для имперфекта в Атфея 7.29. Энгар дидаскон аутус хос эксусеен эхон кайук хос хой грамотеис аутон. Пока пословно переводим. «Ибо он был учащий их, как власть имеющий, и не как книжники их». Смотрите, вот это. «Был учащий» глаголы ими в имперфекте плюс причастие настоящего времени. Соответствует просто имперфекту и может быть переведено на русский язык просто глаголом прошедшего времени. «Ибо он учил их, как власть имеющий». Опять же, «был учащий», если вы так переведете, это неверность оригиналу, это просто непонимание того, что имперфектное значение в греческом языке может быть выражено описательным спешением. То есть имперфект плюс причастие, по смыслу соответствует имперфекту. Поэтому можно было бы сказать и «Эдидаске», то есть «Эдидаске гар аутуз». «Он учил их», и можно сказать «Эд гар эдидаском». То есть можно было бы поставить имперфект от глагола «дидаска», а можно поставить имперфект «этэми» плюс причастие от глагола «дидаска». По смыслу это одно и то же. Если бы это был классический греческий язык, мы бы сказали, «Автор желает подчеркнуть продолженность». То есть он долго их учил, он постоянно их учил, он все время их учил. Но, еще раз повторюсь, в «Кайне» это подчеркивание ослабло, и если вы хотите говорить о подчеркивании вида, о подчеркивании продолженности, то говорить надо не только на основании, собственно, выбора формы автору, но еще желательно и на основании контекста. Теперь конструкция с будущим временем. Первая Коринфина, 14.9. Так, все про языки. Ну, давайте со средины предложения. «Пос гнос тесетай то лалуманон эс эстегар эйс аэра лалунтес». «Как будет понято говоримое?» «Ибо вы будете на ветер, для ветра, говорящими». А в русском языке форму будущего времени мы тоже образуем с помощью описательного спряжения. Если я говорил в прошедшем времени, ну, как-то было бы странно, строитель был построившим дом. В настоящем времени строитель был строитель, есть строящий дом, строитель строит дом. То в будущем времени, как видите, в русском языке описательное спряжение вообще норму. Вы будете говорить. Оно, конечно, в русском языке обычно используют инфинитив. Вы будете на ветер говорить, а не будете на ветер говорящий. В русском языке описательное спряжение, но с инфинитивом, а не с причастием. Однако очень похожая конструкция в языке возникла для совершенного вида «вы на ветер скажете». А вот для несовершенного, где процессуальность какая-то есть, вы будете на ветер говорить по-русски, а по-гречески, вот, возможно, вариант «вы будете на ветер говорящие» вместо глагола будущего времени. Хотя, теоретически, глагол будущего времени здесь был бы вполне возможен. и вместо конструкции «эс осте волунтэс» можно было бы сказать «ла лэс ата». Ну, вот, автор предпочел такой вариант. Теперь для перфекта, например, давайте «эфисянам 2.8». Известное место, говорящие про то, как мы спасены. «Тегархарити эсте сэсумэной де пистерос». Ибо благодатью вы есть спасенные через веру. Кстати, «сэсумэной», обратите внимание, это перфектное причастие, «сэ удвоение», «со» — основа, да, вот, «сод» — много что здесь осталось, «дэфс» превратилось, даже подписная «йота» есть, вот, «у», видите. То есть «сос» — основа хорошо видна, «мен» — суффикс среднестрадательного причастия, перфектного, и «ой», падежное окончание. Глаголы «име» — настоящего имени, плюс перфектное причастие. «Ибо благодатью вы есть спасенные через веру». Ну, так как это перифластическая конструкция, соответствующая просто перфекту, то можно перевести так «Ибо благодатью вы спасены через веру». Теперь «плюс» к вам перфектный вариант, ну, например, «деяние» 21, 29. «Эссенгар, прос иуракотес, крофимон тон, эфессион, эсте полэй, сун ауто, ибо они были увидевшие Трофима и эфессианина в городе с ним». Ну, и там потом говорится, что подумали, что он вел его в храм. Это когда в храме Павла схватили за то, что он якобы в храм вел язычников. Так вот, здесь смотрите, какая ситуация. «Ибо они были видевшие, ну, прежде видевшие ПРО, приставка ХЕОРА, основа перфектная, К, суффикс от морферного причастия С, падежное окончание». Да, здесь перфектное причастие, плюс прошедшее время от глагола «эми», плюс к вам перфектное значение. То есть до этого, плюс к вам перфект, помните, перфект сдвинутый в прошлое, то есть где-то в прошлом завершено действие, в прошлом были результаты, и вот объясняется, что же там случилось. Они когда-то в прошлом увидели Павла с Трофимом в городе, и потом в прошлом же подумали, что он вел его в храм, и вот всё остальное из-за этого. И здесь можно, опять же, было бы поставить просто плюс-комперфект от глагола «про ХОРАО», а можно было бы построить вот такую перифрастическую конструкцию, что вот автору показалось гораздо более приемлемым. Опять же, когда мы переводим, не надо переводить, «Ибо они были прежде увидевшие Трофим». Нет, но мы переводим, «Ибо они прежде увидели Трофиму, как будто бы стоит личный глагол в плюс-комперфекте». То есть вот это вот обычная тактика, обычная последовательность. То есть мы видим конструкцию, «эйми» плюс причастие, понимаем, это описательное спряжение, и если норма русского языка позволяет или даже требует, переводим просто личным глаголом, а не дословной, неудобно-разумительной конструкцией. И последнее, что у вас есть в уроке, «будущий перфект». Давайте мы посмотрим одно интересное место с будущим перфектом, место для толкования интересное, спорные, которые вызывающие. Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Речь идет о так называемой церковной дисциплине. Амен лэгу хмин. Истинно говорю вам, «Всё, что десеты свяжете на земле», а вот теперь интересно, «эстай» – «будущее время» от глагола «эми», плюс перфектное причастие «дэдэмэна». Перфектное причастие страдательного залога, видите, «дэ» – удвоение, «дэ» – основа «мен», соответствующий суффикса «будет связанным в небе». И всё, что развяжете лэлусэте на земле, «эстай лэлумэна» – «будет развязанным в небе». А и вот здесь интересно. Вот вы свяжете на земле, развяжете на земле, и это будет связано, развязано на небе. Интересно, потому что речь идёт о действительно значимых последствиях. Вот брат грешит. Там вот помните контекст, «пойди, обличи его, если послушается, приобрёл брата, если не послушается, возьми двух или трёх свидетелей, а так к нему не послушается, скажи церкви, если церкви не послушается, да будет он тебе, как язычник и мытарь». И потом вот такое продолжение. «Всё, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено на небе». Возникает вполне закономерный вопрос, а не слишком ли много власти у людей. Неужели человеческое решение влияет на решение небесное, на решение Божие? Мы понимаем, что люди периодически принимают ошибочное решение, неправильное решение. И что же, вот неправильное решение людей, неправильные дисциплинатные меры в отношении тех или иных, принятые на земле, будут санкционированы Богом? У нас вызывает некое недоумение этот вопрос. Но здесь, может быть, помогает вот это осознание того, что значит «будущий перфект». Это как вообще, как сочетаются будущее и перфектное значение? Ведь перфект – это завершённое действие с какими-то последствиями. Вот, и теперь попробуем, как бы, соотнести хронологию всех действий. На земле принимается решение. В какой-то момент. И, как говорится, вот вы в какой-то момент на земле примите решение, и это будет связано на небе. Когда? Ведь если мы серьёзно отнесёмся к перфекту, то можно понять таким образом. Вот в какой-то момент вы приняли решение, и вдруг оказалось, что на небе это решение уже принято. То есть ситуация какая? Такое земное решение не диктует небесное решение. А если вы правильно производите земное решение, то есть если вы следуете всем необходимым шагам, если вы соглашаетесь молиться, если вы собираетесь во имя Иисуса Христа, то есть это не просто какое-то там, не просто импульсивное или неумное, или не согласующиеся с Христом решение, а если вы во имя Христа собрались, а во имя Христа это не просто мы во имя Христа, а во имя Христа это в соответствии с Его нормами, с Его волей и так далее. Если вы молитесь, если там двое или трое собраны, то Христос посреди них, если Христос среди вас, то вы способны распознавать небесные решения. То есть, то решение, которое вы приняли на Земле, вдруг оказывается уже принятым на небе. Возникает, конечно, закономерный вопрос. Когда мы в толковании своем так сильно полагаемся на грамматическую форму, мы говорим, ну, это будущий перфект, и поэтому в будущем оказалось, что это уже сделано, то не слишком ли большая нагрузка на фон, не слишком ли мы перетолковываем, нам нужны еще какие-то другие подтверждения для столь далеко идущих выводов. И здесь нам помогают сами термины «связывать» и «развязывать». Дело в том, что термины, которые использует Иисус, они не придуманы прямо им сейчас, они взяты из синагогальной практики. Практика определенной дисциплины, она была до появления церкви, она была в синагогальных общинах, и для описания этого были термины «связывать» и «развязывать» уже приняты, уже использующиеся. Причем в аудейской практике того времени, которая должна, конечно же, была быть известна ученикам, когда в отношении человека принималось дисциплинарное решение, считалось, что Богом это решение уже принято. Как принималось дисциплинарное решение? На основании закона, данного Богом. Если человек нарушил закон, считается, что уже решение принято Божие, потому что есть данный Богом закон, человек его нарушен, решение принято, и община только реализует это решение. Вот эта идея, что община не созидает что-то, а распознает волю Божию и применяет, она уже была, и в контексте такого понимания слова Иисуса с использованием перфекта будущего времени очень неплохо гармонируют со сложившейся практикой. То есть задача Церкви – распознать волю Божию в молитве, в следовании Иисусу Христу, в единодушии распознать волю Божию, и если Церковь все сделала правильно, тогда ее земное решение будет соответствовать уже принятому Богом Небесному внушению. Так что здесь перфект, терминология, контекст, все вместе сходятся, и мы с достаточно высокой степенью вероятности говорим, да, вот, Церковь хоть и кажется обладающей властью, но скорее ее задача – не властвовать, а распознавать волю Божию.